всем привет сегодня я хочу поговорить с вам на такую тему как страх чистого листа разные люди называют его по-разному страх белого холста страх чистого листа в общем называть можно по-разному но суть здесь одна бывает страхи перед началом рисования я знаю я сама все это прошла поэтому я все это знаю это прошли мои ученики которые ко мне приходили на оффлайн рисование которые абсолютно с нуля вообще новички приходили на рисование и у них был такой страх и это видела и с этим страхом и конечно поработали и он ушел бывает страх когда вы и боитесь испортить чистый лист да когда человек начинает только рисовать он еще новичок в рисовании него нету наработанной руки нету опыта нету четко поставленных каких-то вот московых штрихов да и человек боится испортить лист тем более если этот лист не дешево стоит до или холст неважно например бывает страх когда вы начинаете что-то рисовать и вы недовольны результатом и человек начинает расстраиваться конечно же видя что ожидал вот так а получилось вот так все руки опускаются он говорит себе что все я ничего не умею у меня кривые руки это все не мое и бросается поэтому с этими страхами конечно же можно работать можно их проработать и они уйдут и и будет у вас открыта дорога к рисованию к вашему творчеству что надо сделать чтобы этих страхов не было чтобы вы свободно садились и начинали рисовать но во первых если вы боитесь испортить какие-то материалы самое первое самый первый совет начинайте учиться именно учиться на недорогих материалах конечно я на своих уроках всегда говорю что от качества постели от качества бумаги зависит ваш результат но пока вы новичок у вас и так результат будет не совсем тот который у профессионала поэтому и бумагу и мелкие пастельные и материалы все можно брать подешевле пока вы учитесь это можно есть недорогие материалы есть как недорогие пастельные мелки такие например как санет очень хорошего качества для любителей для учеников прям рекомендую я их раньше тоже сама использовала когда только начинала именно с сухой пастелью работать поэтому ничего страшного и зазорного такого в этом нет чтобы начать именно с таких недорогих материалов используйте недорогую бумагу недорогая бумага очень широко представлена у марки палаццо причем она достаточно хорошего качества за недорогие деньги есть как целлюлозная бумага есть так и с содержанием хлопка она тоже подходит для новичков поэтому пробуйте разные виды бумаги и у вас конечно же постепенно наработается рука появится навык опыт вы уже начнете рисовать лучше это первый совет использовать недорогие материалы второй совет такой бы я вам дала новичкам он состоит в том что использовать небольшие форматы художники пишут свои большие картины конечно же там на больших листах вот продаются профессиональные бумаги для пастельной живописи для пастели это бумага консон метен станч либо бумага пастель мат она размером 50 на 70 сантиметров до представляете какой-то большой формат конечно же очень страшно испортить такую дорогую бумагу такого еще большого формата поэтому второй совет используйте небольшие форматы буквально достаточно вот формат а4 вот такая бумага это как раз фирма палаццо очень приятно содержит цвета разных оттенков есть в склейках есть в отдельных листах это уже как вам удобно как я не рекламирую конечно эту бумагу просто я сама небольшие наброски делаю именно на таких вот бумагах пастельных палаццо и люблю выбирать именно вот такие вот теплые оттенки кстати по поводу цвета бумаги тоже здесь уже будет мой для вас третий совет есть такое понятие как боязнь испортить именно белый лист а белый лист мы используем где используем его в гуаше в акриле акварели в основном да поэтому у художников которые работают теми материалами теми техниками больше присутствует вот этот вот страх испортить белый лист так как пастелью мы рисуем уже на тонированной бумаге да если взять например ту же самую вот эту палаццо мы используем либо вот зеленый цвет да либо такой вот коричневый желтоватый оттенок я очень люблю рисовать на темных листах это темный серый и черные листы то здесь у нас уже этот страх исчезает да потому что у нас бумага уже как бы испачканная поэтому здесь страха белого листа уже как бы быть не должно мы используем уже тонированную бумагу которая уже запигментирована использует какой-то цвет поэтому можно смело не бояться рисовать именно на такой бумаге еще мой такой вам совет использовать наждачную бумагу очень прекрасный материал именно для сухой пастели стоит она достаточно недорого небольшого формата и она темная то есть здесь вот в ней совокупность сразу несколько преимуществ да небольшой размер недорогая цена достаточно шероховатая чтобы на ней задерживалась пастель и сразу она темного цвета вот буквально такой вот быстрый вам пример на чем можно рисовать именно учиться и набивать руку поэтому используя все вот эти техники можно постепенно добиться уже смелого рисования плюс к тому же надо конечно же чаще тренироваться чаще тренироваться это буквально делать очень много набросков если у вас выдалось допустим 15 20 30 минут свободных вы берете небольшого формата листочки а4 можно даже взять опять листочки есть перед вами какой-то предмет допустим яблоко то же самое да у сети на кухне у вас есть яблоко груша какая-то красивая булочка вы просто берете мелкие и делайте эскиз начинается все с эскиза поэтому эскиз делать абсолютно не страшно поэтому берите небольшие форматы рисуйте чаще чтобы набивалась рука чем чаще вы рисуете тем быстрее вы привыкнете уже пачкать этот лист когда вы его уже испачкайте уже ничего не страшно и постепенно таким образом вы перейдете на более большие форматы и на более качественную дорогую бумагу ну и конечно же такой вот вам совет еще последний дам это если уж совсем боитесь испортить лист и что-то нарисовать то что вам не понравится то рисуйте с экспертом рисуйте с каким-то художником рисуйте по моим онлайн уроком в том числе когда вы рисуете ни один вам уже не страшно вам уже подсказывают как разместить где разместить какая композиция должна быть какие цвета мы подбираем поэтому вот такие вот вам сегодня я хотела бы дать советы как избавиться вот от такого страха испортить чистый лист и вообще начать самое главное в любой работе это начать когда вы уже начнете и что-то там уже пометите остальное все уже пойдет как по маслу поэтому рисуйте с удовольствием творческих вам успехов всем пока